всем привет сегодня 2 мая 2020 года и мы с вами находимся в неожиданном месте это начало объездной дороги вокруг Броваров в сторону Чернигово как меня сюда занесло с одной стороны меня частенько просят чтобы я что-то за пределами Киева обозрел но вы понимаете что мне сюда и в другие места за Киев не очень удобно ездить потому что машину надо чем-то заправлять и к сожалению вы знаете что мы существуем исключительно на ваши пожертвования но тем не менее решил сделать такой пробный выпуск приехать сюда посмотреть показать вам что здесь происходит вы знаете что эта дорога вокруг Броваров она делается если я не ошибаюсь прошлого года пока я ничего не буду утверждать мы тут первый раз но мы покажем и в дальнейшем если вам будет интересно если вы покажете свой интерес просмотрами лайками давайте договоримся если это видео набирает у нас 10 тысяч просмотров и хотя бы тысячу лайков я считаю что вам это интересно и продолжаю сюда ездить ну может быть не часто но время от времени буду ездить если не набирает считаем что это был такой неудачный эксперимент и мы от него отказываемся кстати еще была информация что где-то в стоянке вроде бы возобновляют строительство моста через очевидно шоссе через трассу если вам интересно тоже пишите может быть туда я тоже смогу добраться но будем посмотреть итак что послужило финальным толчком чтобы я сюда приехал и то что я вчера пообщался с ребятами из 112-го моста отряда те самые которые строят частично строят подольско-воскресенский мост которые сейчас начали строительство возобновили строительство на окружной дороге на оболонь на развязки на богатырскую вот они мне сказали что у них здесь есть объекты где они там в качестве субподрядчика выступают и в частности они вчера позавчера поднимали целый пролет некоего моста на вот этой вот объездной дороге на повороте на княжичи через железную дорогу для того чтобы фирма которая здесь занимается ремонтом этого моста не знаю ген подрядчики ли либо еще какие-то субподрядчики они могли восстановить здесь ригеля стойки и прочее они эту работу здесь сделали и я скажем так решил проехать посмотреть что здесь я пока не знаю правильно ли я идентифицировал этот мост пока я здесь единственный такой мост похожий на описание нашел если я прав хорошо если не прав то возможно ребята из 112-го меня поправят в старик но тем не менее мы сюда приехали сейчас будем обозревать я сейчас нахожусь рядом с мостом я уже тут немножко полетал над мостом но я думаю что я потом еще полетаю над дорогой все это склею в один кусочек в конце ролика а пока мы смотрим что здесь за мост что здесь происходит и далее отправляемся вдоль дороги туда вот где нас стыкуется это объездная с дорогой которая идет борисполя хотел еще попросить напомнить о своей просьбе тем кто поддерживает наш канал у нас сейчас заканчивается наш внешний диск который мы прошлом году с вами купили 3 терабайтник я уже почти 3 терабайта наснимал там совсем чуть-чуть осталось свободного места поэтому для того чтобы наши обзоры наши архивы не пропали я себе уже заказал 4 терабайтник исключительно для этого дела и сейчас его надо откупить поэтому я очень надеюсь на вашу небольшую посильную помощь с миру по нитке что называется для того чтобы наши все хроники не пропали чтобы там если даже с youtube вам что-то случится или с каналом что-то случится чтобы мы хотя бы там через 20 30 50 лет могли это все иметь видеть может они быть кто-нибудь захочет музей организовать куда я это все передам свои кадры поэтому вам такая просьбочка если это возможно если это вас ничем не обидит не забывайте подписываться наш телеграм-канал вступать в нашу группу фейсбук подписываться нашу страничку фейсбук мы смотрим что у нас на мосту на повороте на княжеще через железную дорогу надеюсь что меня не зальет дождем потому что я ехал было сухо 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 и потом попал под проливной дождь вроде бы он уже закончился но тучи такие зловещие над нами реют поэтому смотрим и так как я уже сказал это первый мост когда едешь из киева на бровары и поворачиваешь направо на объездную дорогу вот мы видим железную дорогу под ним еще в полете я это уже увидел вы это увидите какие-то местного значения дороги под ним мы видим что в принципе здесь уже знакомая нам конструкция это балки очевидно предварительно натяженной арматуры хотя я не буду этого утверждать мы видим что здесь очевидно были очень плохом состоянии швы как обычно в таких мостах плохом состоянии находится ригеля под швами и под ферменники сами балки ну вот то что я здесь вижу ну конечно не новые но в принципе по моему еще живые хотя если это тот мост я не ошибся то мне ребята из 112 сказали что здесь тем не менее будет меняться несколько балок не знаю возможно имелось ввиду вот на том конце потому что мы уже демонтировали часть балок может еще где-то что-то будет меняться пока мы видим что здесь ним сделали с этим мостом полностью демонтировали деформационные швы на нем разбили примыкание к этим деформационным швам тут мы видим какая арматура частично еще в удовлетворительном состоянии частично проживешься то есть видимо здесь как обычно на всех мостах которые плохо обслуживаются были одинаковые проблемы также мы видим что сбита полностью монолитная плита которая обычно бывает на таких вот мостах балочных нету карнизов нету соответственно технического борта на которой крепится отбойник крепится отбойник у нас не совсем на технический борт крепится перильное ограждение отбойник он где-то здесь тоже вот все это разобрано и ничего не так же вы ну когда мы с вами будем гулять вы возможно этого не увидите но вы посмотрите как интересно от мост выглядит с дрона почему интересно потому что он необычный а здесь балки и опоры расположены со сдвигом для того чтобы так наказа получилось ну и вот похоже мы видим то самое место которое мне говорил 112 мы видим что под мост загнали такую огромную балку даже балочную систему и уже на хорошо знакомых нам это же рачках подняли весь пролет видим что он цельный его не разделяли также мы видим что по одной стороне у нас пущены оба встречных направления движения и тут еще некие остатки деформационного шва осталось мы видим в каком он состоянии то есть где-то он опять же сохранился а где-то убит полностью причем очевидно какие-то умные люди в кавычках при ремонте дороги закатали этот шов асфальтом решили что так будет надежнее мы видим что по шву конечно же этот асфальт весь потрескался но возможно я кого-то несправедливо обидел может быть это просто было сделано в качестве временной меры до того когда дойдет туда ремонт ну честно говоря хотя я не очень хотел сюда ехать но когда я сюда попал и увидел вот то что я сейчас вижу то что я вам показываю я не жалею что я сюда приехал потому что действительно вот мне как человека который уже больше года обозревают мосты самых разных конструкций интересен этот объект оказался по крайней мере мост что мы видим что мост хотя и цельный как бы сплошной такой пролет но тем не менее он стоит на двух рядах опор каждая половина моста на своем ряду соответственно здесь разделили их вдоль межбалочный просвет освободили для того чтобы можно было поднять целиком как я уже сказал один пролет и потом очевидно это будет делаться на следующем пролете там на другой стороне и так далее так что в общем то это достаточно интересный объект мне будет очень приятно если он вас заинтересует и мы сюда приедем еще как-нибудь продолжить нашу обозревательскую деятельность и вот мы видим что я вам говорил где стыкуются у нас балки вот таким вот зигзагом но вы это все увидите в более наглядной форме конечно с дроном сейчас попытайтесь пока предвкусить предугадать как это все выглядит сейчас мы видим что мы уже подходим под центральную часть мост такой достаточно длинный я еще не сосчитал сколько пролетов он составляет вот я вижу 1 2 3 4 5 6 вроде бы 6 пролетов может быть на один ошибся мы видим местные какие-то дороги здесь присутствуют под ним в одну в другую сторону фактически это развязка если железная дорога под мостом это значит здесь постоянно вибрация потому что снизу ездят грузовые поезда сверху ходят грузовые фуры и понятно что этот мост он находится под постоянной нагрузкой такой совершенно негативной что не добавляет ему здоровья сейчас мы идем мы видим явно ряд закладных под отбойник который когда-то здесь был и вот это вот уже похоже те балки которые будут меняться одна балка мы видим совсем уже обитая вторая такая еще на поготове видим что здесь еще движение судя по всему на постоянку внизу не перекрывалась так и почему их меняют мне трудно пока сказать ну обычно это определяют конструктора по крайней мере сверху я не вижу чтобы сильно убитые были опорные части но возможно необходимо менять ригеля потому что ригеля вот заглядываю мы еще снизу сейчас посмотрим такой немножко подуставший возможно где-то по самой длине балки были найдены какие-то несоответствия современным требованиям которые таким мостам применяются мы видим здесь вот тоже кое-где повреждены торцы но так ну я бы сказал что то что я здесь вижу но все-таки в лучшем состоянии находится чем в городе наши мосты почему потому что в городе обычно дороги хуже мосты тоже хуже как так получается там больше нагрузка и больше всякой химии выливают на эти мосты когда идут анти обледенительные мероприятия и вот мы подошли к балке которая очевидно пойдет под замену но опять же я не вижу на ней никаких возможно я просто ошибся и будет меняться где-то другие балки а здесь было негодность пришедшие это межбалочная плита возможно поэтому здесь будет менять может быть эта балка не будет меняться я пока ничего не хочу утверждать также очевидно будет плиты примыкания меняться потому что они тут там где раскопано видно в не очень хорошем состоянии очевидно будет как обычно меняться шкафная стенка для того чтобы новый шов установить наверное с этой стороны не будем опускаться под мост опустимся с другой стороны там где поднимал 112 моста отряд посмотрим что он там поднимал и как это все сделано здесь я насколько могу заглядеть заглянуть сверху кроме того что я описал на другой стороне в общем то тоже ничего не вижу видим здесь ригель которые необходимо восстанавливать и видим что под ферменники и очевидно такие мосты они на резиновых опорных частях на рочах так называемых лежат поэтому здесь тоже скорее всего это все будет меняться мы здесь тоже видим остатки дефирмационного шва и вот тут как раз видно что он полностью гнилой насквозь уже был так же мы видим в каком прискорбном состоянии находится ограждение с той стороны противоположное от нас и даже похоже похоже что там похоже похоже что там отбойник совмещен с ограждением я не совсем могу понять почему так получилось потому что вон мы видим лестница пешеходная которая явно поднималась на мост либо же там просто все это в аварийном состоянии находится я думаю что мы все-таки сейчас сходим туда посмотрим и вы знаете я все-таки доволен что я сюда спустился потому что то что я здесь вижу это вообще меня немножко шокировала не жалею что пришел посмотреть на это дело и показать вам во первых что мы видим здесь здесь был тротуарный консоль консольный блок и он полностью исчез здесь не знаю сбили ли вы или он частично обвалился это мне трудно пока сказать но мы видим что действительно ограждение вопроса перенесли к отбойнику и здесь теперь ходить пешеходом нет возможности никакой хотя здесь был полноценный тротуар и мы видим ширину его вот так вот висят в воздухе столбы кстати они уже покосились и мне кажется что они могут в любой момент тоже обрушиться поэтому кто здесь ездит не задирает никогда голову едет на машине или же ходит пешком то сразу предупреждаю всегда смотрите лучше здесь вообще не есть я понимаю что это видимо важная дорога местного значения здесь но мой вам совет постерегитесь потому что вы видите что столбы здесь просто висят уже наклонившись ту сторону и что меня еще здесь немного шокирует это то что я вижу на откосе моста точнее том что было когда-то откосом здесь полностью все вымыто уже куда-то потерялись частично плиты ну заметим что это все происходит у нас только на самом краю моста то есть там дальше вроде бы еще живо все это туда надо более детально углубляться мы сейчас этого не будем потому что все таки боюсь я что туча придет но то что вы сейчас видите это нам говорит о том в каком здесь все состояние хотя с другой стороны вот опять же смотрю я на ригеля смотрю я на опоры видимо их в ближайшее время не реставрировали но они в таком более-менее живом состоянии конечно я не эксперт сразу говорю вы знаете я обозреватель и то что я вижу я исключительно из визуального своего своей визуальной оценки могу сказать вам возможно что-то где-то сверлилась какие-то эксперты ученые это дело изучали может быть они какого-то другого мнения я ни с кем не спорю и мы еще раз наблюдаем такую неудачную попытку как-то сдержать разрушение деформационного шва путем залития его асфальтом видим что уже асфальт вроде бы такой не сильно старый но на шве он уже весь разошелся выщербился также в общем то вы можете оценить состояние бывшего ограждения перильного состояние отбойника здесь все надо менять оно все полностью протрухло и сейчас мы перешли уже на тот конец путепровода где мы начинали наш обзор ну вот видите как все обманчиво сейчас мы смотрим снизу видим что действительно на крайних балках имеются такие серьезные повреждения именно на опорных частях сверху балки выглядят вполне себе такими живыми то же самое что и на противоположной стороне у нас с откосом все это промыто вымыто и куда-то плиты провалились и практически по всей ширине этого моста причем даже по откосу и чуть ниже это тоже наблюдается и вот мы видим наши знакомые микки так сейчас я наверное спущусь потом продолжу съемку потому что здесь очень скользко ну и попутно мы констатируем факт что вот эти все зеленые насаждения несанкционированные здесь выросшие говорят нам о том что здесь тоже никто за этим не следил и они все не добавляют прочности к сожалению откосом моста они все своими корнями вырывают эти плиты расширяют их раздвигают здесь у нас судя по всему была лестничка тут если смотреть профиль угадываются ступеньки этих направляющих но похоже что это лестница уже давно здесь не эксплуатируется разрушилась и видим заросла завалена чем-то итак мы продолжаем мы видим наши знакомые микки которые использовались на шулявке которые использовались на подольско-воскресенском мосту тут есть такие более красивые красненькие уже привычные вам есть и более старые но тем не менее они все проходят проверку и никоим образом не опасны для использования потому что 112 это очень серьезная организация и она следит за своим оборудованием ну и собственно мы видим что здесь и как подпирала здесь подпёрты и подняты два пролета на одной опоре то есть таким образом опору разгрузили мы видим в каком состоянии здесь находятся стойки в общем я так понимаю что здесь будет серьезно восстанавливаться эти стойки может быть даже что-то поменяют здесь ригель также в таком достаточно прискорбленном состоянии находятся сверху он казался живеньким снизу мы видим что совсем другая картина и еще раз вы можете наблюдать то о чем я вам сказал это то что у нас опоры здесь идут на косую балки лежат на косую и такой вот интересный мост хотя он немножко чем-то похож на мосты которые у нас на почаяние там тоже косые вот такие опоры и со сдвигом идут деформационные швы так ну что ж я думаю что по этому мосту мы все посмотрели пытаемся ехать дальше вдоль окружной броваров сейчас мы с вами отъехали от моста наверное от 400 до полукилометра метров видите вот там где ряд фонарей это как раз наш мозге мы только что были и здесь мы констатируем что мы уже находимся на отремонтированном участке дороги я здесь вижу несколько слоев асфальта что на примыканиях заметно и тут очевидно об устройство идет ну или предполагается обочин также мы обращаем внимание что противоположная сторона дороги закрыта судя по всему там вот только-только закончили работы то что мы видим вот там вот заканчивается где начинаются знаки посредине отремонтированный участок работы и тут отойдет полоса торможения на съезд сейчас я еду по отремонтированной дороге даже немножко по обочине покрытие абсолютно гладкая хорошая и я надеюсь что дорожники они предусмотрели чтобы это покрытие оставалось таким же гладким и хорошим когда по нему будет много ездить фур и за поворотом на некий княжий двор я думаю те кто здесь есть это не знают о чем я говорю я уже переехал на участок дороги который не ремонтировался также и по противоположному направлению там сейчас едут по своей стороне машины здесь мы видим некий петровский бровар какие-то азс это я так рассказываю вам для того чтобы сориентировать вас где мы находимся и вот мы видим что уже заезжаем на вновь отремонтированный участок здесь еще пока движение не пущено но осваивать очень качественный и явно здесь выравнивалась дорога потому что уровень относительно старой дороги подняты я не знаю наверно сантиметров на 30 на 40 далее мы видим котьки очевидно там сегодня шло асфальтирование но до сих продвигается и так мы добрались до участка где сейчас идет работа мы видим эту бэзлич катков причем таких достаточно крупных мы уже знаем с вами по маркировкам что это одиннадцатитонники здесь ездят мы видим марочка на всех у них обозначена фирменная азвирт из чего мы можем предположить что соответствующая компания заполняет работы поскольку здесь ребята в фирменных жилетках тоже надписью азвирт находятся я с ними еще пока не познакомился но тем не менее мы видим что соблюдают они все что предписано соблюдать ребята в масках сидят даже в катках что мы еще интересного здесь можем видеть в принципе так достаточно трудно обозревать ремонт дорог поскольку но не такие это сложно технические сооружения как примеру мосты но здесь мы видим два толстенных слоя асфальта сейчас мы попробуем узнать какой толщины они сразу по ходу дела я тут немножко пообщался с ребятами дорожниками меня подкорректировали мои свидетельские показания и так как мне сказали нижний слой чернового асфальта 11 сантиметров далее идет второй слой 8 сантиметров и третий слой 6 сантиметров я так понимаю что будет укатываться 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 катками до тех пор пока не останется то что заложено проектом ремонта здесь 9 тонник мимо нас проехал здесь уже два знакомых нам прекрасно агрегата асфальтоукладочных вёгеле фёгеле не знаю до сих пор как это правильно произносить но это одна из ведущих марок торговых в мире по дорожной технике видимо какой широкой полосой идет асфальтирование я уже на самом деле и здесь тоже успел полетать и могу вам сказать что у нас вот это во второй участок который мы будем обозревать и третий участок находится там почти при выезде на трассу с борисполя которая идет на чернигов там у нас будет провод интересно я уже приглядел вы все это увидите на аэросъемки а в самом конце и здесь уже мы видим действительно структуру вот здесь вот асфальтоукладчик своей лапой чуть-чуть подпихнул верхний слой и мы видим его толщину а также обращаем внимание на такую немаловажную подробность здесь между верхним слоем и предыдущим уложена сетка полимерная в общем не стал я уже вырезать то что я вам неправильно сказал я просто посыпаю голову пеплом и исправляюсь и так немножко неправильно я вам все это рассказывал вот это вот обычная щебневая щебнево-песчаная подушка а вот это вот толстый слой который я ошибочно принял за нижний слой асфальта это так называемый ресайклинг то есть это переработанное что-то переработанное добавлено туда битум это очевидно асфальт какой-то который был ранее использован или там тот который вы менять часто спрашиваете что он что делается с асфальтом который вот кучки остаются вот это вот еще одна подушка такая вот сделана более плотная на толстая такая вы видите там где-то порядка 20 сантиметров таким образом то что мы сейчас видим это только асфальтирование вторым слоем и будет еще третий слой тогда у меня все сходится то есть мы видим 11 сантиметров как нам и говорили внизу первый слой далее второй слой идет восьми сантиметровый и третий слой будет 6 сантиметров и третий слой будет чем асфальт здесь идет обычный асфальт чем асфальт вы уже знаете также уточнили мне что это между первым и вторым слоем сетка и соответственно она ошибочно мне показалось самоклеющийся это тоже импортная сетка но она не самоклеющаяся наклеится на битум так что все я исправился уже переделывать не хочу то что снял то снял значит будете считать что я недостаточный эксперт в дорогостроении кстати вы знаете еще одну мелочь заметил при ближайшем рассмотрении это не совсем обычная сетка как мы привыкли здесь идут крупные волокна и между ними мелкая сетка я такой даже честно говоря не встречал возможно для таких сильно нагруженных участков используется именно она перебросился парой слов с местным начальством действительно это вот такая вот хитрая сетка кстати мне сказали что использовалась такая сетка при строительстве стадиона формулу-1 трассы в азербайджане поэтому это такая можно сказать заслуженная вещь действительно это один слой сетки то есть она идет как ткань и еще армированная дополнительно вот такими волокнами почему она здесь использована это именно исключительно потому что здесь будут эти тяжелые грузовое движение интенсивное и для того чтобы асфальт хорошо себя чувствовал долгие годы соответственно оно должно укреплять это вот основание первого слоя и соответственно держать верхние слои ну что мы тут вроде бы все посмотрели все нам разъяснили действительно азвирт это фирма которая здесь выиграла тендер и делает эту дорогу ну а мы с вами отправляемся в сторону дороги с борисполя там чтобы посмотреть как там делают путепровод что с ним делает что это за путепровод конечно его более привычно мне обозревать чем строительство дороги ну вот мы проехали вперед сейчас мы находимся на повороте на борисполь уже практически рядом с путепроводом куда мы едем и я могу сказать что где-то порядка двух километров сделана уже дорога вот это вот то что мы сейчас видим это как раз первый слой и второе сюда тянется это вот этот участок где я начал как бы маленький такой часть обзора обозревать и где он заканчивается очевидно сюда в ближайшее время это либо но сегодня может быть уже ребята и не успеют хотя они так быстро достаточно работают может быть завтра но сюда приедет и здесь завершится но перед нами собственно путепровод на который мы сейчас отправляемся мы добрались до путепровода видим там производят демонтажные работы большой экскаватор но что меня здесь заинтересовало то что здесь делается система ливне отвода что достаточно редко встречается на таких вот межгородских дорогах причем это не одна такая полоса где была проложена эта система а там дальше еще одна еще одна я не знаю с чем это связано возможно это при приближении к собственно путепроводу может быть здесь какое-то понижение дороги идет и поэтому здесь скапливается вода пока для меня это не совсем понятно но вот интересную такую особенность я здесь обращаю ваше внимание на нее также мы видим что мост полностью реконструируется я не думаю что здесь будет меняться какие-то балки хотя все возможно но похоже это уже знакомая нам конструкция которая состоит из продольных балок на нескольких опорах на ригелях и идет там вся та же самая работа как обычно кстати мы видим как судя по всему на том мосту где мы только что обозревали была сделана часть ротуарная здесь это была такая плита консольная лежала и сейчас ее тоже я так понимаю удаляют а на этой плите в свою очередь крепился карнизный блок кстати как мне удалось выяснить здесь у нас это все мероприятие называется капитальный ремонт дороги ну вот я уже поднялся на путепровод познакомился с ребятами которые здесь ведут работы та же самая фирма азвирт я уже уточнил эта фирма которая здесь в качестве генподрядчика выступает она делает два моста первый который вам показывал вот этот на которой мы сейчас стоим и дорогу полностью и что мне удалось узнать про этот мост в принципе мост в неплохом состоянии его пролетное строение все несущие балки все ригеля все стойки опор в нормальном состоянии но сверху как обычно было все плохо плохо было с тротуарным блоком я уже вам снизу его показал вы видите в ком состоянии ограждения то есть сейчас делается стандартная работа по демонтажу плиты монолитной что здесь интересного по этому мосту он из двух пролетов состоит но на средней опоре два пролета скреплены неподвижным образом и на рочах стоят на опорах и два деформационных шва у них по краям соответственно деформационные швы меняются плита сбивается карнизные блоки тротуарные блоки сбиваются и потом делается монолитная плита уже с тротуарами закладными под ограждение и отбойники очевидно делается система также ливня отвода поскольку мы видим что здесь люди по всему она была если это конечно нет вряд ли это стоп скорее всего это как раз ливня приемник был вот он сквозное такое отверстие вниз мы видим демонтировали швы старые здесь также идет все под углом к оси моста я имею ввиду опоры поэтому здесь тоже немножко со сдвигом расположены эти балки и также заливается наискось плита но также будет делается и плиты примыкания и возможно делаться и отбойник по заезду на этот мост а вообще мне сказали что дорога делается от поворота на бровары и до киптий киптий это некое село которое вот где-то там находится мы видим идет подготовительная работа дальше стоит много дорожной техники я вам показывал что подушка подготовительного результата она подведена до самого путепровода ну а дальше судя по всему это все готовится также мы видим приводится в порядок откосы дороги видимо они были частично разрушены там дождями еще чем-то и заготовлено много материала который очевидно будет где-то использоваться на какие-то подсыпки выравнивания и всего остального там он дальше тоже такие огромные кучи материала дальше еще и весь ремонт он пойдет насколько я понимаю туда далее немного проиллюстрирую каком здесь все было состояние кстати я был прав действительно здесь идет небольшой понижение дороги и поэтому здесь необходимы ливнеотводы делать такие вот чтобы здесь не скапливалось время сильного ливня никакая вода причем мы видим что здесь эти ливнеотводы они идут до самого практически завершение подъема в данном случае здесь подъем идет наверх приблизительно вот там где-то я последнюю траншею вижу где уже дороги смыкаются с Борисполя сейчас мы подходим к противоположному деформационному шву видим что здесь даже некие остатки его остались и видим что это тот уже знакомый нам деформационный шов который мы с вами видели на путепроводе через Боровской проспект на Киото это такие зубцы которые просто друг в друга входят и выходят ничем не прикрытые может быть когда-то были прикрытые не знаю но по-крайней мере то что я видел на таких вот швах оно все примерно в таком виде и получается все это забивается грязью и в общем этот шов начинает пропускать постепенно через себя всю эту воду химию прочее разрушать бетон что-то Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 наш обзор, еще раз говорю, что это такой пробный камень если вам понравится этот объект или объекты вокруг Киева, то маякуйте своими сердечками своими просмотрами и я тогда буду продолжать это делать, но пока я вас благодарю за внимание, за ваш интерес к моему каналу и к стройкам Киева, огромное спасибо нашим уважаемым донаторам, которые нас поддерживают в этот непростой час благодарю тех, кто уже подписан на наш канал, тех, кто ставит нам лайки комментарии оставляет и делится нашими видео в своих соцсетях огромное спасибо нашим строителям нашим мостостроителям, нашим дорожникам и всем-всем-всем, кто прикладывает руку к нашим стройкам, которые мы обозреваем и которые нас радуют в это карантинное время не болеть вам, чтобы все у вас было хорошо чтобы работа у вас спорилась если вдруг кто-то не подписан на наш канал подписывайтесь, жмите колокольчик подписывайтесь на наш телеграм-канал вступайте в нашу группу в фейсбук подписывайтесь на нашу страничку в фейсбук там интересно, мы вас там ждем я с вами прощаюсь, до новых встреч, до новых обзоров мира любви счастья здоровья 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 вам и вашим близким до новых встреч пока субтитры 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 сделал DimaTorzok